Ленинский район, Южные ворота Самары, гордоорганизатора Чемпионата мира по футболу 2018 года. Болельщики от вокзала обязательно поедут по гостевому маршруту. Его уже сегодня приводят в порядок общими силами за счет бюджетов разных уровней, средств, собственников зданий, а также меценатов. В первую очередь отремонтируют фасады тех зданий, которые находятся на маршруте, по которому поедут гости Чемпионата мира по футболу 2018 года. Облагородят и прилегающую территорию. Деревьям придадут художественные формы, вдоль дорог поставят ограждения. Фасад этого дома по улице Спортивной отреставрировали, восстановили Лепнину в 50-е годы. Здесь квартировалось руководство советской армии. В этом доме у нас проживали многие военачальники известные. В том числе проживал с семьей командующей Кривовско-Уральским военным округом маршала Хромеев в свое время. Ну и другие герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны, других событий, послевоенных уже. Дом имеет свою историю. До сих пор еще кое-кто жив. Каждое второе здание архитектурного, культурного или исторического наследия в Ленинском районе. Деньги на восстановление выделяются по разным программам. Муниципальная подготовка к проведению чемпионата мира по футболу, региональная, капитальный ремонт домов, федеральное благоустройство территорий муниципальных образований. Город преображается, неважно, к футбольному чемпионату. Мы же не сломаем все это после футбольного чемпионата, это все останется нам. А это самое главное. Городская власть ставит задачу не только привести в порядок фасады зданий гостевого маршрута. Преображаются дома и на других улицах. Избавляется город и от таких рудиментов, как ларьки и мини-магазины. Это понимание, что все-таки Самара это столица и столица должна выглядеть адекватно. И плюс, все-таки я считаю, что приход в город Олег Борисович Фурсово, как главы города и как человека очень идейного, требовательного и инициативного, подстегнуло людей и частные лица и органы власти к тому, что надо ускоренными темпами наводить порядок, развивать, вкладывать средства и инициировать создание такого сильного города. Реализацию этого значимого проекта в Самаре контролирует лично глава города. Ведь главное не только успеть отремонтировать все фасады в срок, но и чтобы результат радовал качеством. Об этом Олег Фурсов рассказал на телеканале Самара ГИС в программе «Наша Самара. Говорим и слушаем». Мы очень серьезно пересматриваем архитектурную концепцию Самары. Долгое время не уделялось достаточного внимания этой теме. Сейчас у нас появился замечательный главный архитектор, очень творческий человек, с хорошим опытом работы, с грамотным видением того, как должна выглядеть Самара. И мы пришли к тому, что у нас будет отдельное управление главного архитектора, чего не было порядка 20 лет. А городу такого масштаба, с такой историей, такое управление крайне необходимо. За счет средств собственников под инструмент реставраторов попадут Самарский губернский рынок, дворец железнодорожников, Самарская ГРЭС, объекты культурного наследия. Всего к 2018 году в Ленинском районе реставрируют 87 подобных объектов и более полсотни жилых домов. Уже сегодня привели в порядок 9 фасадов, более 10 находятся в работе. В следующем году гостевой маршрут продолжит приводить в порядок. Порядка 30 домов ждет реставрация, а чтобы их не испортили вандалы, местные жители решили, что будут охранять здания от граффити и частных объявлений. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.